Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, как играть вдвоем в EFC25. Объясню, как играть вместе за одну команду, против друг друга, с разных платформ, PlayStation против Xbox. Ну и также расскажу про нововведение режима коп. Ну а с вами, как всегда, Лимурфака. Поехали! Ну если ты не знаешь, где приобрести монеты, то обращайся к Кириллу Кострову. У него лучший курс, быстрая доставка, а также гарантия от бана. Но если у тебя завалялись лишние монетки, то ему ты их можешь продать по очень хорошей цене. Также вы можете приобрести у него любые игры, в том числе и EFC25, любые подписки на любые платформы. Но если вы назовете промокод Лимур, то получите еще и приятный бонус. Костров на рынке уже более 6 лет, так что покупаю проверенного продавца. Ну а мы начинаем. Ну что, погнали по порядку. Есть онлайн и есть офлайн. Игра по сети и вне сети. Чтобы играть в онлайне, вам нужно приобрести подписку PS+, Xbox Live и так далее. Но пока же такой подписки не требуется. После этого заходите в Ultimate Team, а ждайте, пока все меню загрузится, как всегда, за 400 лет. И после этого попадаете сюда, и вы уже должны понимать, куда вы хотите идти. Если же вы просто захотели с другом вместе, за одним диванчиком провести время и сыграть против других людей в онлайне, то вам нужен второй геймпад, естественно, который вы также включаете и идете в разные режимы. В прошлом году был доступен только Squad Battles, Rivals и Товарки. В этом же году новый появилась Rush вкладочкой. И тут вот есть очень прикольная вещь, но к ней позже. Давайте объясню сначала просто как сконнектиться. Допустим, вы решили сыграть Squad Battles. Вы нажимаете играть Squad Battles. Выбираете здесь соперник абсолютно любого уровня сложности, далее прожимаете. И вот тут у нас уже геймпады встретились, где вы должны вторым геймпадом выбрать, во-первых, управление. На R2 это делается или на RT в случае Xbox, где у вас меняется альтернатива, две кнопки, одна кнопка, классика. Допустим, вы играете на классике, ваш друг тоже, значит, просто перебегаете в свою команду, влево и все. После этого вы просто берете и стартуете матч. Все, вы уже будете играть вдвоем, Squad Battles, за одну команду. Допустим, вы захотели сыграть в Rivals. Тут немножечко все отличается. Заходим, играть в Rivals. Вот вылетает ваш состав, далее прожимаете, поиск соперника идет. Он, естественно, находится, тут он более-менее быстро. И вот у вас гости появляются. Нажимаете Y, но чтобы играть, конечно, в игру нужно выбрать дополнительный геймпад. То есть мы тут нажимаем добавить гостя. Не знаю, как на PlayStation и так далее, на боксе тут так. Все, Y прожимаем, в вашем случае это треугольник, если у вас PlayStation. И все, вы уже вдвоем играете. То есть если один показывает, значит один гость и один основной геймпад. Все, после этого прожимаете далее и все, вы играете против соперника. В товарищеские матчи вы также заходите, условно, в любой режим, также ищите соперника. И после этого, только после того, как вы присоединились к геймпадам в гостях, то есть если вы не присоединитесь заранее, то гость у вас просто не высветится. Я вам покажу на скриншоте, как это бывает. То есть вам нужно обязательно сначала зайти и добавить гостя. После этого проникнуть в товарищеские встречи, проникнуть вот это слово. И после этого, соответственно, нажать Y или треугольник. Вы присоединитесь и сыграете также с соперником, просто нажав раз, два и три. Я зажимать, к сожалению, не буду. Хотя давайте подарим победку человечку. Почему бы нет? Мы же добряки. То есть вот вы условно красный, ваш друг синий, во всех смыслах этого слова. И все, и вы спокойненько берете и играете. Отдаете пас вратарю. Ваш друг тоже забивает свои ворота, вы забиваете. Ну и дарите сопернику победу. Но если за тебя нужно отыграть викинг-лигу, дивизионы, сквад-баттлс и другие задания, то обращайся к моим корешам из GGFC. Они открыли свой буст-сервис и собрали команду из лучших киберов СНГ. Чтобы повышать тебе дивизион, отыгрывать за тебя викинг-лигу, отборы, сквад-баттлс, выбивать тебе различные задания. Все это вы сможете приобрести абсолютно на любые платформы, по ссылочке в описании. А если вы скажете, что пришли от меня, то получите еще и приятный бонус. GGFC. Созданно побеждать за вас. Как играть с одного компьютера, уже в быстром матче или где-то в режиме карьеры. Тут все вообще один в один, ничего не отличается абсолютно. Как будто вы заходите в сквад-баттлс, не отличается как карьере, не отличается вообще никак, нигде. Вы также перебегаете в одну сторону. Если хотите за одну команду играть, если хотите против друг друга, то перебегаете на другую сторону условно. Выбираете клубы, выбираете форму, выбираете тут все, что угодно, там, что хотите. И, в общем-то, идете в матч. Убираем теперь второй геймпад, он нам больше не пригодится. И давайте разбираться, как же играть все-таки в онлайне против вашего друга, который где-то за морем. Либо же, наоборот, с ним в одном копе. Как я говорил ранее, добавился режим раш для игры в коп. И тут есть приятный бонус, что вам будут давать за игру с друзьями больше очков, чем если вы будете просто играть один. То есть вы заходите в игру с друзьями. И тут вот выбираете товарищей по команде. Допустим, я зову вот этого чувака, кента, кентуху. Отправляю ему приглашение и все. И мы ожидаем, ему прилетит приглашение в правый нижний угол. У него высветится красное уведомление. Он просто нажмет R2 и во входящих найдет, естественно, ваше приглашение и присоединится. В общем, ничего сложного. Если вы не добавляли друга, то смотрите, как это сделать. Вы нажимаете R2 или RT в случае Xbox. Выходите на панель поиска игрока. И тут у вас есть идентификатор EA. У меня это Килика 6977. У вашего друга может быть Месси 777. Роналдо 77. Ну и так далее. Вы же убиваете его идентификатор. Допустим, у него идентификатор такой, как Холланд. И вот он. Вы берете, добавляете друга. Он после этого принимает приглашение. Желательно после этого перезайти в игру. Потому что FIFA наша любимая игра бывает лагает. После чего вы перезаходите в игру. Также товарищ по команде выбираете и приглашаете. Ничего сложного. Это что касаемо режима Rush. В Squad Battles то же самое. Играйте с другом. Также вызываете товарища по команде. Также у вашего друга. В режим Rivals не буду повторяться. То же самое. В товарищеских матчах то же самое. Абсолютно. Забыл отметить, что если вы хотите сыграть против друга в товарищеских матчах. То заходите в них. После чего выбираете обыграй друга. И выбираете любого вашего друга. В драфте можно играть с одного компьютера вдвоем. Но нельзя играть в коп. Именно в коп. Опять же с этими вопросами обращайтесь к этой компании великолепной. Которая так придумала. Но вот так вот они сделали. Также насколько я знаю. Хочу добавить. Что если у вас PlayStation 5. А у вашего друга PlayStation 4. То у вас для игры с ним. Должна быть установлена версия для PS4. То есть не для PS5. И тогда вас будет коннектить. На Xbox та же ситуация. Должна быть на консоли нового поколения. Игра старого поколения грубо говоря. И тогда у вас опять же будет коннектиться. Что касаемо остальных платформ. Нового поколения. То пока. Xbox и PlayStation 5. Могут коннектиться. Абсолютно великолепно. Между друг другом. Ну как великолепно. Мы честно с другом не можем толком играть. Потому что каждый третий матч вылетает. Спасибо eSports. Но надеюсь это скоро пофиксит. Также если у вас будут любые вопросы. Задавайте их в комментариях. Поставьте лайк. Если я чем-то вам помог. Подпишитесь на канал обязательно. Тут много познавательных видео. У нас с вами как всегда был LemurF. Всем удачи. Всем пока.